Приветствую вас, дорогие любители творчества! Добро пожаловать на мой канал в атмосферу уюта, комфорта, хорошего настроения! С вами Елена Ситникова. Мои хорошие, я к вам с очередной идеей. Грезится отпуск у нас на горизонте. Вчера я стала перебирать гардероб, чтобы такого взять с собой в отпуск. И посмотрите, что я нашла. И мне просто очень захотелось с вами поделиться вот такой замечательной идеей. Особенно для тех, кто уже не успевает связать что-то грандиозное, какую-то большую вещь, не хватает времени. Посмотрите, мои хорошие, эта идея для вас. Этому платье уже больше шести лет. Даже сложно поверить в это, что платье отметило свою шестую годовщину. Покупала я готовое платье. Оно хлопковое, дешевенькое, так скажем. И решила его немножко украсить. Вот здесь вот в платье был такой гофрированный валан, который я успешно отрезала и пустила в ход свою фантазию. Посмотрите, что у меня получилось. Это где-то тринадцатый год. Наверное, всего год, как я научилась вязать крючком. Я научилась вязать крючком в двенадцатом году. И через год мне захотелось освоить технику ирландское кружево. Но те, кто занимается этой техникой, те, конечно же, знают, как сложно перебороть страх. Научиться вязать мотивы – это проще простого. А вот как перебороть страх и приступить вязать сеточку, то есть соединять мотивы, у некоторых длится этот период очень долго. У меня тоже был такой период в моем творчестве, когда я навязала мотивы. Но вот чтобы как-то их соединить, вот этот страх мне нужно было преодолеть. И я решила, пока это все длилось, формировалось в моем сознании, я решила просто мотивами украсить платье. И вот посмотрите, что у меня получилось. То есть эти мотивы просто аккуратно нашиты на платье. Я даже не знала тогда о мононите. Вот сейчас переверну. Вы посмотрите, что мотивы пришиты разными ниточками. То есть если это белый мотив, он пришивался белой ниточкой. Если это красный мак, я пришивала черной ниточкой. Черной и красной ниточкой. Вот видите? Сейчас, конечно же, это можно сделать мононитью бесцветной. Просто вообще не подбирать ниточки. А просто пришивать все мононитью. Ну, тогда это начало моего творческого пути. Я не знала о существовании этой ниточки. Пришивала вот как могла. Хочу честно сказать, что чтобы вот так аккуратно пришить, понадобится где-то день-два. Чтобы все аккуратненько вот так вот было пришито. Но поверьте, оно того стоит. Я обожаю это платье. Я вот как-то подзабыла немножко про него. А сейчас просто с удовольствием возьму его в отпуск. И буду с удовольствием носить его в отпуске. Здесь вот такая еще бретелька, которую я, видите, обвязала кружевом. Это бамбуковая ниточка в два сложения альпиновивен. Придумала вот такую каемку. Это даже схемы нет. Просто вот как легли петли, как я говорю. И таким же кружевом я немножко удлинила низ платья, потому что меня не устраивала длина. Вот видите. И получилось все достаточно гармонично. В этом платье еще была подкладка такая синтетическая. Я ее отрезала. Дальше выверну платье. Посмотрите. Ну, просто вырезала эту подкладку. Она мне не нужна в летнем платье. И как бы носила платье без подклада. Без подклада очень хорошо. Оно хлопковое. Конечно же плотное. Но, тем не менее, в нем комфортно. Вот эти маки, постараюсь найти ссылочку, как их вязать. В интернете, кому интересно, он вяжется очень-очень легко. Можно найти мастер-класс по вязанию вот этого мака. Вот он наш, кстати, гибкий шнур. Это не просто воздушные петли. Это гибкий шнур. И вот такие цветочки. Вот такую бахрому я сделала. Видите? Сейчас вот приближу. Как ее делать, я думаю, вы знаете. Это собирается на линейку. Потом срезается, там аккуратненько пришивается. Элемент ягодка и вот бусины. Бусины тоже, кстати, покупала тогда. В переходах очень много было у нас киосков. Кстати, они сейчас тоже опять появляются в Москве. То есть, меняется власть и все меняется. В одно время их поубирали. Сейчас они опять появляются. В переходе купила вот такие бусики. И распустила их, по-моему, в 100 рублей отдавала. Они пластмассовые, вот такие блестящие. И украшала ими вот эти вот ягодки. Видите? Обычный бисер красный тоже дешевый, купленный в иголочке. Бусинка и вот ягодка, видите? Просто связанная белыми нитками. Украшенная вот таким бисером. А получилось очень-очень эффектно. А теперь, мои хорошие, посмотрите, как в этот комплект очень хорошо вписывается моя королева Рафи. Я же поменяла здесь цветок, поменяла вот этот ободок. И это как будто, ну, я не знаю, я когда достала это платье, у меня сразу перед глазами возникла моя королева Рафи, этот маг. И я подумала, боже мой, как же так могло быть, что все подошло. Причем, вот эти нитки, которыми вязался маг, вот этот маг как брошь, и ниточки на платье, это опять же Альпина Вивен, два сложения, бамбуковая ниточка, одна и та же. Так что, вот, мои хорошие, посмотрите, какая прекрасная идея, кто торопится в отпуск, украсить какое-то готовое платьице, ну, просто его украсить какой-то аппликацией, и у вас готовый, готовый наряд, причем наряд, который, ну, которого ни у кого не будет. Это я вам точно говорю, потому что, когда я одеваю это платье, это чувствую просто на себе удивленные, восхищенные взгляды, некоторые даже подходят, спрашивают, поэтому я вам рекомендую. Вот, посмотрите тоже, вот, вот эта идейка, как можно просто, вот, змейку украсить бусинками. Все смотрится очень хорошо. Вообще, конечно, каждая, каждая, вот, какая-то маленькая деталь, она очень важна при украшении. Вот я говорю, вот даже вот эти взять ягодки. Посмотрите. Просто белые ягодки, причем связанные с хлопкой, я бы сейчас вот просто не решила связать из этой ниточки ягодку. Но тогда я еще не знала ни о сапфире, ни о тулипе. Вот какие нитки попадались, из тех и вязала. И посмотрите, достаточно приличная, такая красивенькая ягодка получилась. Вот что значит желание. Ну, а теперь плавно перейдем еще к одной идее. Раз мы уже заговорили о вязаных мотивах и как ими украсить какую-то вещь, сейчас я плавно перейду к этой теме еще. Так его и не дала вам. И не знаю даже, будет ли этот мастер-класс у нас на канале. Этих роз я насчитала 15. Это опять же моя прошлая жизнь, когда я плотно сидела на ирландском кружеве. И вот эти розы я вязала, когда у меня возникла идея связать по идее мастер-класса от Аси Вертон платье Эдем. Я думала, что вот эти розы будут у меня служить как фоновые. Но потом моя фантазия подсказала мне, что нужна другая цветовая гамма, более яркая, нежели эта. И все вы видели мое платье розовый рай. То есть оно совершенно в других тонах. Но розы уже навязывались. Их там по Асиному мастер-классу должно быть что-то около 50 штук. В общем, я связала вот их 15. А потом другая идея так скажем, победила первую идею. И остались вот эти розы. Это чисто моя фантазия. Они все, абсолютно все, обратите внимание, они просто все разных, разной формы. Цвет один, нитки одни, а все, все они разные. Вот какую розу ни возьми, она не будет похожа на свою, так скажем, подружку. Обратите внимание, все разные. Я могу просто вам сейчас на пальцах объяснить, как я это делала. И думаю, что вы поймете. Вот если перевернуть розу, видите, она сшитая. Здесь обвязанный бурдон. То есть сначала обвязывается бурдон. К этому бурдону потом привязываются вот такие лепестки розы по принципу моей розы для ирландского кружева. Есть такой мастер-класс. Делаются уголочки. Потом обвязывается еще ниточкой. Кстати, видите, вот эту обвязку, вот эту обвязку, самую последнюю. Это вообще катушечная нить. Тонюсенькая просто катушечная нить. Это очень кропотливая работа. Крючок здесь 0,5. Ой, я сейчас, я просто не решусь сейчас на этот подвиг. Я вот смотрю вот на все вот это великолепие и думаю, неужели это была я. Потому что ну сейчас у меня, во-первых, зрение не позволит сделать вот эту обвязку. А ведь это была я. Вот посмотрите, сейчас вот приблизила какая тоненькая ниточка. Обычная катушечная армированная по-моему ниточка, купленная в иголочке. Ой, сколько же времени я потратила на эти розы. И вот эти листики тоже вязались для платья Эдем. Но вот этот такой очень яркий зеленый цвет опять же не вписался вот в мое платье. И поэтому остались эти листочки. и у меня вот возникла идея о не связать ли нам так скажем вспомнить ирландское кружево и какую-то вставку. Конечно же это не будет полностью работа или модель из ирландского кружева я говорю. Я не решусь на такой подвиг. но вот так оставлять эти розы просто лежащими в коробочке в шкафу мне как-то не хочется. Это конечно же будет не сейчас. Сейчас я тороплюсь в отпуск и вижу тунику. Все вы знаете. Но вот как идея или может быть сделать какую-то аппликацию. Я вот просто нужен ваш совет кто в теме кто занимается ирландским кружевом дайте идею чтобы вы сделали из этих розочек какая у вас вырисовывается модель. Или это вставка из ирландского кружева с каким-то вязаным полотном или это аппликация. Если возникнут у кого-то идеи присылайте пожалуйста их мне в однокласснике или в контакте в сообщении кто не добавился добавляйтесь в друзья потому что на одноклассниках мне могут писать только друзья. Я поставила такой фильтр и поэтому вот так. Ну а кто уже в друзьях на одноклассниках девочки которые занимаются техникой ирландского кружева пожалуйста пришлите мне ваши идеи по поводу вот этих роз как и куда можно их пристроить буду очень очень вам благодарна и возможно когда-нибудь после отпуска не буду ставить себя в какие-то рамки но когда-нибудь мы свяжем с вами вот эту модель понравившуюся по вашим пожеланиям по вашим идеям мы с вами ее конечно же сделаем потому что вот эти розы очень просто очень очень красивые причем они уникальны нет ни одной одинаковой розы все разные все абсолютно так что вот мои хорошие поделилась я с вами идеи платья вот такой комплектик у меня получился очень надеюсь на вашу активность на ваши комментарии давайте общаться присылайте ваши какие-то эскизы какие-то идеи возможно ссылки и мы с вами что-нибудь после выпуска забацаем ну а на этом я буду заканчивать свое видео всех люблю и до новых встреч с вами была Елена Ситникова пока субтитры Продолжение следует...